В продолжении темы основной, которую мы обсуждали с вами по уравновешиванию осей, сегодня мы проведем тренировки, которые нам помогут эту ситуацию решить. Значит, выбираем мы независимые тяги, кстати, сегодня тяговая тренировка на спину, ну и, соответственно, мышцы сопровождающие, мышцы предплечья, которые будут сжимать статически с угловой мышцы руки, которые будут сокращаться всегда в фазе сокращения, в фазе прижимания к себе, при сгибании руки. Значит, что мы делаем? Мы выяснили, что у нас одна сторона слабее, о чем мы, в принципе, и хотели доказать. Это сторона левая, естественно. Все, кто правший, поймут, левая рука, она в априори потом уравновесится, но изначально мы же ей меньше управляем, поэтому ЦНС туда подает не так часто сигнал, она меньше управляется. Соответственно, сложное управление и есть смысл нашей нагрузки для новой адаптации. Значит, у нас сегодня будет независимая тяга сверх-обратных хватом первым движением. Сегодня поработаем по методу 5-1-8. Как это выглядит? Мы поработаем одну руку 5, поменяем на 5, 4-4, 3-3, 2-2, до 1, и двумя руками сделаем 8. Таких мы сделаем 3 сета, соответственно, повторы будем уменьшать, а вес будем в пирамиде накидывать. И до утомления, до того, чтобы максимально мышца получила нагрузку и, соответственно, потом скомпенсировала, дала адаптацию для того, чтобы мы снова нагрузили ее, снова прогрессией. Все, начинаем мы сейчас. Снимаем всегда двумя руками, чтобы ось была ровная. Две руки берем обратный хват. Вытянулся. Значит, что самое главное? Давайте посмотрим. Значит, лопатка, лопатка здесь в положении должна быть расслаблена. То есть, максимально должно быть растяжение связок. Да? Напряги лопатки, подержи внизу. Мышца здесь в спине не должна быть сжата сейчас. Если вы хотите получить максимально функциональное развитие сустава и, соответственно, связи мышцы плеча и мышцы спины, то вам нужно максимально в последней позиции растяжения ее расслабить, чтобы они были у вас мобильные, чтобы на связках они повисли. Так, итого. Значит, две руки держим, то есть, статика постоянно происходит, мышцы спины плечи будут уставать. Начинаем тянуть одной рукой, левой пять раз. И тянем не просто. Мы себя натягиваем вверх постоянно. Не тянем тренажер к себе, как мы говорили. Мы себя всегда стараемся поднять вверх. Грудь навстречу всегда встречаем. Четыре. Поднимаем, прогибаясь вперед. Другая рука. Эта рука расслаблена, она болтается. Еще. Любое напряжение. Выдох. Три. Четыре. Грудь всегда поднимается вверх. Всегда поднимается вверх. Есть. Другая по четыре. Не тащим на себя. Корпус всегда упирается в подушку грудью. Как будто бы сверху тяга, она в статическом положении не двигается. Вы себя поднимаете вверх на нее всегда. Сделали по четыре. Дальше по три. Помните, что рука, которая якобы отдыхает, она расслаблена. Постоянно тянется лопаткой вверх, растянутся. Иначе нет смысла в этом, потому что мы не получим необходимого комплексного функционального развития. И грудь всегда поднимается навстречу. Навстречу. Тяга вниз, грудная клетка навстречу. Прогибаемся. Отлично. По одной. И две руки навстречу. Восемь разочков всего. Пауза вверху более выраженная. Связки раскрыли вверх, растянулись. Хотите красивую мускулатуру функциональную, хотите, чтобы она выраженно сепарировалась, выражалась в теле, старайтесь максимально амплитудно поднимать, сокращать с паузой и вытягивать, расслаблять с паузой. Есть. Все, забрал. Мы с вами сделали сейчас первый подход. Отдыхаем много. Отдыхаем больше двух минут, больше трех минут. В данном контексте мы сейчас не доходим до отказа. В данном контексте мы должны уравновесить две оси. Поэтому мы отталкиваемся от слабой конечности, от слабой стороны. Сколько раз сделала слабая сторона, около предельной нагрузки. Столько и повторила сильная сторона, конечно, ей будет легче. Но со временем, через несколько тренировок, 4, может быть, 6 недель, вы процент соотношения уравняете. Тогда вы получите управление двумя конечностями, двумя сторонами с большим импульсом, с большим управлением. К чему мы и стремимся. Потому что дальше будут сложные упражнения, базовые. Где будет свободный вес, где нужно будет выстраивать управление самостоятельно. То есть вектор не будет заложен. И вам нужно сейчас прежде всего поймать протекцию, защититься дальше, чтобы прогрессировать и не травмироваться. И включить больше центральную нервную систему в работу. Поэтому сейчас мы управляем двумя сторонами, чтобы получить равновесие. Окей? Значит, одна рука в татики держит очень сложно. Потому что кисть постоянно сжимает, предплечье устает. Ну что хорошо, да? Часто используют вязки. Используют петли специальные, которые позволяют кистям не уставать и так далее. Но мы стараемся этого не делать. Потому что чем больше методов управления мы покажем, плюс, конечно, силовой хват кистевой, тем больше будет мышечная система адаптирована по всей цепочке, которую мы задаем. Поэтому старайтесь, если вы тренируетесь для себя и для развития и так далее, если вы не прогрессируете максимально в весах для соревнований, старайтесь, сколько возможно, не использовать никакие вспомогательные аксессуары. Все, сделаем второй подход. Уменьшаем сумму повторов. Значит, делаем сейчас по 4, по 3, по 2, по 1 и двумя руками 6. Вес накинули 10 кг. Готов? Давай. Все, для начала, что сделали? Ось уравновесили, вытянулись навстречу, раскрыли лопатки, это очень важно. Все, по одной, поехали, груди встречай. Раз. Если у вас нет возможности работать с независимыми тягами, то вы сможете, в принципе, заменить это движение на резинке, на векторах в кроссовере. Мы тоже это покажем, просто сейчас вам нужно понять суть, к чему мы стремимся, когда стараемся уравновесить силы в разных сторонах. Еще раз. Все, две руки, 4, 6. Видите, уже тяжело. Мышцы жжет, терпеть сил нет, но, тем не менее, тут начинается основная работа. Сейчас будет реакция максимальная. Нервы с тем перегружены. Ради дыхания все, плотно выдыхаем. И пшуэ! Молодец, молодец, отлично. Отдыхаем еще 3-4 минуты. Значит, накинем еще по десятку, уже тяжело ему. Я думаю, что все понятно. Все равно, для большего понимания, в практике, конечно, виднее, сделаем еще раз подход. Он уже будет крайне здесь, заключительный. Будет сделать ему сложно. Он поборется чуть-чуть с весом. Но, что важно, как только нервная система перегружается, она начинает давать возможности для развития этого движения, для адаптации к этому движению. Что нам и необходимо. Тут и гибкость лопатки, и статическая сила, да, сгибатели кисти и предплечья. И, соответственно, широчайшая мышца и управление. То есть позвоночник постоянно прогибается, проявляет свою гибкость. Все вместе. И плюс, конечно, вы телом управляете, у вас появляются новые возможности функциональные. Любое движение функциональное. Но в комплексе мы стараемся делать сложное управление. Это только возможно, когда у вас кубатурит голова. Готов? Понятно. Давай. Так, 3, 2, 1, и двумя руками 4. Раскрывайся, поехали. Лопатка раскрыта, поехали. И, 1. Рука, которая держит рычаг, постоянно вытягивается вверх. Мы связку там растягиваем. Связка вытягивается вверх максимально. Работает только одна сторона, вторая отдыхает. По одному. Все, две руки, три разочка. Все, навстречу, на выдохе плотно. Лицо не корчим, работаем. Для чего? Для того, чтобы телом управлять. Все, бросай. Есть, закончили. Так, все. Это движение мы сделали. Смотрите, пожалуйста, внимательно. Какой у нас получился вектор? Обратное положение кисти и растяжение широчайшим. Мы получили диагональный вектор. Максимально перерастяжение широчайшей мышцы спины. И, соответственно, такое же управление. Сейчас мы просто меняем вектор. Мы уходим в вертикальную тягу. Тоже получается у нас тяги разными руками. Но меняется только вектор движения. Это важно для того, чтобы комплексно нагрузить мускулатуру. Когда мы тянем движение сверху, значит, первое движение, которое мы должны сделать, это мы должны стянуть лопатку к спине. Это очень важно. То есть, тяга не должна быть вот такая. Через лопатку сначала сковал, а потом себя натянул вверх. Хорошо? Вытянулся. Сначала сковал, а потом натянул вверх. То же самое с двумя лопатками. Внимание. Сначала лопатки сковал, а потом натянул вверх. Что у нас получится из грудного отдела? Значит, вот такое движение. Вы должны первым движением поднять вверх грудную клетку. Вы должны поднять вверх грудную клетку. Что у нас получится в движении? Раз. И натянул себя вверх. Какой бы ни был веса тренажер, маленький или максимально тяжелый, первое движение вы пытаетесь себя поднять навстречу весу и натянуть себя вверх. Окей? Давайте я еще раз сделаю акцент на движение лопаток. Вы должны очень много этому вниманию уделить, а точнее основное время при тяговых движениях. Значит, вам нужно, пока что вы делаете тягу с прямыми руками, прежде всего стягивать лопатки назад. В любом векторе вы должны стягивать лопатки назад. Какой бы вектор ни был, вы сначала делаете движение лопатками. Давайте покажу для наглядности, как это выглядит на перекладине, чтобы было понятно, как это отработать на перекладине или, если это для вас будет сложно, то, соответственно, на вертикальном блоке. Значит, сейчас пока все внимание в лопатке. Значит, вы всегда для начала растягиваете до конца вниз. Как только получили растяжение, первое ваше движение должно быть – это грудь навстречу. И стягиваем лопатки максимально и фиксируем. Раскрываемся, показываем полную амплитудность. Еще раз, лопатки сковываем, грудь навстречу. Сковали и сюда. Заметьте, руки мои полностью прямые. Для начала растянулись, потом сковали лопатки сзади, а потом начали прогибаться навстречу с прямыми руками. Растянулись и вниз до конца. Вот такая работа должна быть при любой тяге. Понятно? Все, поехали. Значит, с чего начинаем? Сначала берем тренажер. Чуть-чуть шире плеч берем тренажер. Что самое важное? Для начала мы расслабляемся, корпус чуть вперед. Связки должны быть раскрыты, лопатки тем более. Мы максимально их расслабляем и вытягиваем вверх. Значит, как мы договаривались, первое движение у нас лопаткой. Все, поехали. Слитно делаем, пять разочков, одной рукой. Давай, натягивай себе два. Всегда вверх, грудь поднял сразу же. Хорошо. Тягом вниз, грудь вверх, поднял. Хорошо, дальше. И всегда прогиб. Отлично. В спине всегда здесь происходит прогиб. Навстречу грудную клетку. Не заваливаемся назад. Но всегда прогибаемся. Всегда прогибаемся навстречу. Это, помимо того, что делается правильное упражнение, еще гибкость грудного отдела. Все, продолжай дальше. По четыре. Хорошо, раз. Корпус ровненький. Всегда макушкой вытягиваемся вверх. Двигаемся за тягой. Есть. Грудную встречу поднимаем всегда. Тяга вниз, грудная клетка вверх. Тяга вниз, корпус тянем вверх. Это важно, управляйте. Будет управление, будет прогресс очень быстрым, очень мощным. Если управления не будет, то все, вы не спортсмен атлетического типа, вы просто грузчик. Поэтому стараемся управлять. Сложно управлять. Чем сложнее, тем лучше. Я имею в виду с точки зрения моральной концентрации, конечно. Так-то вся механика понятна, она очень простая. Я думаю, что для вас не будет сложно, если вы внимательно послушайте, посмотрите, все повторите. Грудь навстречу всегда. Поднимаем. И навстречу пошел. Раз. Молодец. Корпус максимально ровный. Навстречу грудную клетку. Показываем. Два. Всегда прогибаемся вперед. Корпус всегда вперед навстречу. Голова чуть-чуть назад. Дышим свободно. Не душим себя. Навстречу. Как будто на перекладину лезем. Еще давай, работай. Отлично. Навстречу. Прогибайся. Прогибайся. Навстречу максимально. Отлично. Все работает. Мозг работает прежде всего. Центральная система – это основа нашей работы. Молодец, молодец. Так, давайте сейчас подход сделаем самостоятельно. И сразу к рабочим перейдем, как это должно выглядеть в околопредельной нагрузке. Хорошо? Делаем относительно рабочий подход. Надо мобилизоваться. Поехали. Вес не очень большой, но смотрелось зрелищно. Так, 4, 3, 2, 1. Двумя 6. Поехали. Готов? Все. Значит, пока что минимум комментариев. Постараемся поработать. Конечно, техники будут здесь поменьше, чем в маленьком весе. Но, в принципе, в этом и есть перегрузка ЦНС. Вес должен быть тяжелым. Вес должен быть для вас являться нагрузкой, чтобы центральная система, чтобы центр вашего управления, как бы ваш процессор максимально сильно нагрузился. И давал нам возможности на выполнение этой механики. Ну, конечно, не только механики с точки зрения выполнения, но и всех биохимических процессов, которые позволяют потом восстановиться и сделать это уже просто и с новыми возможностями. Все управление, вся техника, конечно же, ломается на тяжелом весе, когда идет рабочий вес, когда вам приходится бороться с ним, когда мышцы жгут, когда тяжело, когда вы испытываете дискомфорт. И, собственно, нервная система на то и настроена, что она не будет реагировать, пока вам комфортно. Даже когда вы думаете, что вам уже тяжело, вы все равно не получите развитие, пока не будет либо около предельной нагрузки, либо, соответственно, нервномышечного отказа, к которому мы все стремимся, когда стараемся дать прогрессию силовую. В данном случае функциональная адаптация, поэтому нам нужно просто уравнять оси, вам нужно выровнять механику, какая цель сейчас. Прекрасно, отлично, отлично. Все, еще один вектор заложили. Устал? Нет. Нет? Показывай. Какая рука устала больше? Никакая не устала, ладно? Спина. Сейчас и спина устала. Ну, соответственно, можно посмотреть. Гляньте, пожалуйста, здесь. Спину надуло, да, широчайшие мышцы по полной амплитуде поработали. Огромная спина. Собственно, я думаю, что процентов, наверное, 10 внешнего вида мы сейчас увеличили. Напомпили ее. Но не думайте, что остается вот этот вот пампинг накоплен только после тренировки. Со временем вы поймете, что этот размер у вас остался. Я имею в виду, кто стремится к мышечному объему. Кто не стремится, не думайте о том, что я сказал. Не бойтесь, мышцы не вырастут, если вы не будете очень калорийно питаться. Соответственно, есть питание, достаточно количество белка, постоянно количество роста гормонов, неремышечного отказа, рост мышечный есть. Если вы будете тренироваться умеренно, у вас будет функциональное управление, но рост мышц тоже будет умеренный. Поэтому в данном случае механика выполняется универсально и для женского пола, и для мужского, и тех, кто хочет набрать мышечную массу, и тех, кто просто функционально хочет себя развить и уравновесить. Это важно. Все остальное мы расскажем, как какие процессы сопроводить. Правильно говорю? Все, закрываем рычажные тяги сейчас в горизонтальном положении. Значит, здесь то же самое повторяю. Важно что? Важно дать натяжение вперед. Каждый раз вытяжение и навстречу грудную клетку. А потом, когда тянем на себя рычаги, прогибаемся и идем навстречу. Мы себя натягиваем на тренажер. Соответственно, то же самое. По одному рычагу 5, 4, 4, до 1, 2, 8. Начинаем, поехали. По одному. На встречу всегда. Раз. Хорошо. На встречу поднимай грудную клетку. Два. Не оттягивай, а встречай себя. Молодец. Упираешься в подушку, на встречу грудную клетку. Отлично. Еще. На встречу грудную клетку. Молодец. Три. Всегда прогиб. Прогиб делай. Вот так. Молодец. Еще. Прогибай. Отлично. Не оттягивай, а встречай, на встречу поднял грудную клетку. Вот так. Хорошо. Все в прогиб. Всегда выходим в прогиб. Отлично. Максимальная гибкость навстречу. Растянулся и встречай. Отлично. Отлично. И дыхание плотное. Выдыхаем всегда. Все. Рабочий подход. Завершаем сегодняшнюю тренировку носевое равновесие. Поехали. Давай. Выложи до конца. Вторую. Поднял. Все. Сразу растянулся. Поехали по одной руке. По три раза. Раз. Навстречу. Сейчас тоже работаем. Два. Всегда управляем. Дальше. И раз. Навстречу. Поднимай. Навстречу. Сейчас. Два. Вот так. Дальше. Самая важная работа. Две руки. Погнали. Навстречу. Четыре раза. Один. Больше прогиб. Этого мало. Хоп. Два. Еще. Прогибай. Прогибай максимально в моус. Еще один. Четыре. Все. Гуд. Бросс. Эй. Молодец. Отлично. Отлично. Итак. Мы провели сейчас тренировку на осевое равновесие. Выбрали мы независимые тяги. На каждую сторону отдельно. Значит. Что от вас требуется дальше в прогрессии? Значит. Сегодня мы выбрали некий вес. Это модуль номер один. Мы его делаем. Количество повторов, которые мы сегодня задали. Это с пяти до одного. Потом двумя руками восемь. Дальше. Следующий подход. Вес добавляем. Уменьшаем повторы. Вес добавляем. Уменьшаем повторы. Соответственно. Сегодня мы выбрали вес. И сегодня он является нулевым. Это модуль номер один. Значит. В следующий раз у вас есть два способа идти дальше. Два варианта. Либо вы добавляете повторы в каждом подходе с этим же весом. Либо вы добавляете по чуть-чуть вес. Я предлагаю вам сделать таких тренировок, я думаю, что хотя бы 7-8. И потом, я думаю, что мы можем провести еще один тест, как мы проводили в прошлый раз. И вы поймете, что именно осевое движение вот в этом векторе у вас наладится. И все равно вы его уравновесите. Как только оно у вас будет близко к одинаковому состоянию, к одинаковому количеству движений на один и тот же вес, до состояния отказа. Вот тогда мы с вами приступим к движениям многосуставным, сложным. И будем уверены, что наш риск травмироваться будет сведен к минимуму. Отлично. На этом закончили тяговую работу. Ну началось. Слышь, моб, сейчас будет. Ну что, живой? Плечь в порядке? А так, ну, если у вас нет возможности работать в тягах, да, которые являются... Как называется это, блядь? Еще раз. Назавис? Да, еще раз. Сейчас провели тренировку мы на осевое равновесие при тяговом движении. Выбрали мы... Какие тяги называются они? Чего забыл о словах? Назавис. Хорошо, еще раз. Просто мы уже устали в ночном дворе. Между прочим, в ночном дворе. Покажи, вот. Часы покажи. Какие бы то ни были, мы их не подводили. Правда, время столько. Ходил, так правильно. Да. Мы просто не все хотят сниматься в нашей пока что неизвестной передаче. Просто пока что мы начинаем, не все хотят попадать в кадр, поэтому нам разрешено снимать ночью. Это очень классно. Можно? Сможем? Не слеп, не слеп. Не вижу тебя. Сможем. Сможем. Этот человек, он как будто бы из голливудского фильма, понимаешь? Он отдыхает между съемками, он делает халат и ходит здесь. Ван Дам Иванович, можно обратно, пожалуйста? Обратно пройдитесь? Обратно, хорошо. Это последняя мода худых качков. Они всегда одевают такие халаты, чтобы не видно было, что у них ничего нет. Это наша темная лошадка. Все. Значит, давайте я только уберу розовый кирпич. У вас тут розовый кирпич, мы должны его убрать. Впрочем, мы в Красной площади. Мы не думаем, что сколько километров? Километров? Три километра, четыре. Мы в самом центре Москвы. Нам очень повезло в этом плане. Но, собственно, оборудование, конечно, здесь базовое. Это хорошо. Но оно все сейчас базовое. Какая бы компания ни была, она всегда представляет одинаковую базовую биомеханику. И они, в принципе, все похожи, несмотря на дизайн и так далее. Я к тому, что не какая-то компания лучше или хуже, а то, что вы можете поиметь такие возможности, даже в вашем зале, который рядом с вами. Или, может быть, вы можете повторить ее с помощью резинок, с помощью тросов и так далее. Поэтому не смущайтесь с того, что вы видите. Мы все это повторяем, мы все это рассмотрим. И, собственно, вообще цель всей этой передачи, всего этого ликбеза, всего этого опыта, который мы с вами делимся, чтобы максимизировать количество людей, кто наконец-то поймет, что ничего страшного в этом нет. И что это не какой-то особенный вид спорта или что нужно для этого специальное оборудование. Это нужно всем, безусловно. Вот это фундамент для вашего развития, каким бы спортом вы ни занимались. Не обязательно вам огромная мускулатура и огромная сила. Но функциональное управление, векторы движения, при которых вы не будете испытывать боли, которые вы в бытовой жизни делаете и которые вы можете повторить с точки зрения механики, делайте, пожалуйста, в любом возрасте. Детишки, когда уже могут, собственно, уже там нормально, возле лет 10-11, спокойно могут заниматься. Взрослые люди могут заниматься. У нас есть клиенты и пациенты, которые занимаются с нами, которым уже под 90 лет. Они очень хорошо выглядят, они очень хорошо развиты. И, собственно, хотелось бы, чтобы эта прогрессия была и дальше, но не только на узкий круг, но и на максимально широкий. Поэтому если какое-то количество людей видит это и пойдет заниматься в зал, то это будет наша победа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова